Это попытка просто посмотреть и обязательно посмотреть вместе с вами на те проблемы, которые нам кажутся принципиальными в городе, в планировке и застройке города, в решении его пространства. И это выступление, которое я не ожидал, честно говоря, что будет такая большая аудитория, немножко меня это волнует, но я думаю, что я справлюсь, и мы все-таки потом выйдем на какой-то достаточно широкий разговор о том, что мы видим, о том, как мы чувствуем город, и о том, что нам, как профессионалам, следует с этим городом сделать, улучшить его, увидеть его сильные и слабые стороны, и поговорить именно о пространстве города, которые мы и формируем, как проектировщики, в общем, и как городостроители. Вот на этой обложке был подложен план Берлина, который мне любезно предоставил Ханс Штимон, как только я стал главным архитектором, мне дал эту карту. Эта карта висит у меня в кабинете на стене, она очень поучительная. Здесь эта часть Берлина, на которой изображен фрагмент восточного Берлина, где видно, что красные дома, те, которые были построены уже после объединения Берлина, имеют определенную систему. Вот эти красные дома, они замыкают, завершают квартал и дают фронтальную застройку вдоль улиц, которая отсутствовала при застройке восточного Берлина такими микрорайонами, которые, конечно, находились в рамках уличной сети, но при этом не имели бортов. И вот этот хаос, такой пространственный хаос восточного Берлина, он был, возможно, слишком радикально, а может быть, и абсолютно правильно ликвидирован при помощи вот такой фронтальной застройки, которая, может быть, где-то кому-то и покажется механистичной, кому-то покажется абсолютно уместной. Это фронтальная застройка, то есть это прием, который предложили архитекторы для того, чтобы сформировать, то есть разделить пространство кварталов, отделить это пространство кварталов от пространства улиц. И вот это, мне кажется, собственно, я об этом и хочу поговорить, о пространстве внутри квартальной среды и пространстве улиц. Значит, все-таки надо задаться вопросом, что это, межмагистральное пространство, как написано в наших СНИПах, или это квартал? Потому что у нас определение квартала смешано с понятием микрорайона и определяется как просто пространство, как территория, ограниченная магистральными улицами. Сейчас в первой части моего наблюдения, даже не хочу назвать это докладом, это скорее наблюдение, размышление, посмотрим, сравним, чем отличаются микрорайоны и кварталы. Слева пространство микрорайона снято с птичьего полета, хорошо виден масштаб этих пространств внутри дворов, хорошо видно, что здесь отсутствуют улицы, и хорошо видна высота этих зданий, которая имеет гипертрофированный масштаб. Справа это примерно с той же высоты фотографии Одессы, которая имеет четко выраженную уличную сеть, которая вся зеленена, практически это не улицы, а бульвары, и мы видим ясно очерченные кварталы, внутри которых мы видим владения, те еще владения, которые остались от деления квартала на частные владения, но в принципе очень имеют жесткую эту сетку. Слева это фотография западного Бирюлева из космоса, и фотография той же самой Одессы. Если вы видите пространство этой межмагистральной территории Бирюлева, то хорошо видно, что здесь мы видим такую композицию свободно расставленных фигур, свободно расставленных зданий, которые стоят на общей земле, и земля, как это было изложено в тезисах великих модернистов 20 века, Ликорбезея и так далее, должна принадлежать всем, всему городу, и это здесь реально воплощено, и действительно эти попытки отнестись к земле как к общему достоянию и поставить там дома, которые бы создавали пространственные какие-то композиции или натюрморты, ну мы знаем это и, еще раз повторю, у великих модернистов и у Немейра, и у того же Корбезея, есть некая композиция, но есть ли здесь среда обитания, вот в чем вопрос. Если посмотреть на ту же Одессу, то среда вроде бы кажется более скучной, но мы дальше и ближе посмотрим, в чем же разница в другом масштабе. На этом слайде показана территория, в общем территория, которую люди огораживают, вот на левой картинке это микрорайон, на правой это город квартальной застройки, здесь даже нельзя говорить, что в микрорайоне здесь серым цветом показаны размежеванные территории или огороженные, они не огороженные, они в каких-то случаях, да, есть ограды, это детские сады и школы территории, а где-то есть жилые дома, которые часто не имеют ограды по меже, а в общем есть как бы условно присвоенные себе домами, присвоенные участки этой земли, этой территории, и видно, что вот это желтым залита вся территория, которая залита площадь, залит тот полигон земли, который воспринимается как территория не моя, а территория городская. Справа вот на этой фотографии, на схеме видно, что внутри квартала все-таки территория воспринимается людьми, как своя территория, сетка улиц и где-то площадей и бульваров воспринимается как территория городская. Видна разница, разница левой картинки и правой в том, что вот это желтое, то, что люди считают городским и не своим, в микрорайоне необозримо больше. И из этого, опять же, мы можем, наверное, вспомнить множество последствий, которые из этого вытекают, часть из них мы посмотрим на фотографиях дальше. Естественно, человек всегда огораживает свою территорию, но также, между прочим, животные себя тоже так ведут, они, в общем, огораживают свои территории и не пускают чужих. На левой фотографии хорошо видно, что когда дом не выходит на улицу, а стоит в глубине квартала, естественно, его территория не сопрягается с уличной, но должна быть отделена просто по определению. Вот мы видим ограды, ну, там бывают еще человеческие персонажи, которые этот гараж охраняют. Справа это снято в Петербурге, это нормальная застройка исторического города, это историческое здание, которое стоит точно на красной линии. Здесь улица, а внутри, за этим зданием, есть, видимо, его двор, куда ведет вот эта арка. И все понятно, дом стоит на границе, и эта, собственно, стена домов, его главные фасады являются границей собственности, и ответственности частной, и публичной. Если говорить о масштабе, и вообще о количестве людей, отношениях социума внутри этой застройки, сейчас мы говорим пока о застройке, которая внутри квартала, мы понимаем, что масштаб вот такой квартиры и в масштабе такого дома и такого населения, безусловно, имеется принципиально другое соотношение, чем здесь, в квартальной застройке, где там 7-8 этажные дома. И мы, конечно, знаем всех своих соседей, кто, у кого есть опыт жизни в таком доме, знает практически всех. Вот слева, опять же, фотография такая, случайная совершенно фотография микрорайона, где мы хорошо видим, что школа, мы легко различаем школу, мы легко различаем ее территорию. Вот мы видим вот здесь ограда, которая проходит и отделяет территорию от территории двора, условного двора. Визуально это кажется общим пространством, но реально по земле это принципиально разные территории. Она недоступна, это территория школы, и практически всеми жителями освоено быть не может. Они только визуально могут. А что не визуально еще могут? Визуально и потом ногами, что они могут освоить? Мы видим такие пустыри, совершенно неопределенного назначения. Мы видим проезды, которые скорее избыточны, чем осмысленные. Мы видим абсолютно стихийную парковку, и у всего этого трудно найти какое-то название. Вот справа только благополучный двор, не буду его комментировать, тут все понятно, тут аккуратно и ухоженно. Вот здесь, на этой фотографии сверху, да, на предыдущих просмотрах мне как-то сказали, уважаемые люди, что справа некорректно показывать исторический город. Я просто хочу сказать, что в историческом городе, даже если он не очень исторический, а современный, и он застроен, в общем, по каким-то правилам городским, и по правилам планировки общественных пространств, мы видим, что здесь все четко делится. Есть площадь, нет ничего случайного. Все пространства общественные имеют четкое и ясное название. Это площадь, сквер, улица, двор, какая-то пицца, это маленькая площадь и так далее. С левой стороны, вот там стоят знаки вопроса, по-моему, это красноречивая фотография, которая четко показывает, что мы часто не только в проектах, но, в общем, может быть, в проектах и знаем, как это называется, но в жизни не знаем. То есть вот эта территория, территория больших пустырей, которые не обустроены, в том числе, может быть, и потому, что никто не понимает, чья это ответственность, кто должен за этим ухаживать. Если говорить о предприятиях обслуживания, которые, естественно, всегда сопровождают общественные пространства, то такие попытки, естественно, встречаются в микрорайонах. Там тоже люди идут домой, им тоже нужен хлеб и какие-то продукты первой необходимости. И частный бизнес предлагает им эти предприятия обслуживания, но в жилом микрорайоне это часто бывают неудобные места. Здесь вот очень характерный такой, даже не ларек, это магазинчик шаговой доступности, который сделан в цокольном этаже жилого дома, в совершенно случайном месте, подойти туда можно просто с проездом внутриквартального. А эта фотография справа сделана на второй Брестской улице, когда я просто шел на работу, это вот там посещение Малой Грузинской или Большой Грузинской. С второй Брестской, там новый офисный центр, внизу кафе. В общем, вполне городская среда, это принципиально. Вот левый слайд снят в Ясенево, то есть предприятия обслуживания встраиваются, конечно, в первые этажи, и, конечно, они имеют входы с этих проездов, с тротуарчиков, но в целом, поскольку этот проезд не является улицей жизни, судьба вот этих предприятий обслуживания, она очень неустойчива и, в принципе, я бы сказал, некультурна. Сейчас на следующем слайде там будет видно лучше. Справа, понятно, это нормальная городская улица, тоже вторая Брестская. Вот здесь на левом слайде видно, что эти предприятия обслуживания пристроены к жилым домам, их чередует выходы из подъездов. Тротуар очень узкий, меньше, чем полтора метра. Рядом стоят припаркованные машины, которые, в общем, к этим предприятиям не имеют отношения, скорее, это просто машины жильцов. То есть происходит смешение функций жителей, то есть частной жизни жилого дома и общественной функции, которая насильно привнесена сюда. То есть здесь ясно, что это суррогатное использование и территории, и первых этажей. Но справа все та же самая вторая Брестская. Теперь я бы хотел просто сказать, что еще просто сказать как заголовок возможных обсуждений, возможных рассуждений на тему. Что же все-таки ограничивает эти наши кварталы или микрорайоны? По СНИПу их ограничивают магистральные улицы. Квартал, в принципе, в любом городе ограничивают со всех сторон улицы районные, городские, жилые и так далее. То есть улицы. Давайте разберемся. Мы вообще знаем, я понял, что мы не очень хорошо разбираемся. Я никого не хочу обидеть, в первую очередь, я по себе говорю. Мы не очень хорошо понимаем, в чем разница между улицей и дорогой. К сожалению, в нашем СНИПе понятие улично-дорожная сеть объединено в одно понятие, пишется через дефис. И вообще по умолчанию считается одно и то же, что улица, что дорога. То есть улично-дорожная сеть. В принципе, если говорить по определению, то, конечно, улица – это не дорога. И главное отличие, которое вытекает из определения СНИПа, это то, что на улице отсутствует кювет. На улице, возможно, это не единственное отличие этих определений, но принципиально я считаю, что на улице организован ливнесток в коллектор, который идет внизу, и ливневая вода попадает через решетки. И они стекают наружу в кювет, как это бывает на дороге. Но это всего лишь инженерное определение. Мне кажется, что нас больше всего интересуют все-таки пространственные и качественные определения или качественные характеристики, которые мы придаем улицам как проектировщики. Если посмотреть систему улиц и проездов микрорайонов, кстати, левая картинка – это схема транспортного движения в одном из городков Калифорнии. То есть это явно микрорайонная схема, так что я не удивился, а может быть и удивился, что не только у нас микрорайонная схема имеет такую востребованность. Собственно, она и в Америке пережила свое время. Здесь хорошо видно, что магистрали имеют очень редкий шаг. От перекрестка до перекрестка – это порядка 300 метров. И даже в каких-то случаях это 400 или 500 метров большая сторона. Все остальные подъезды к домам имеют только выезды на эти улицы. И, естественно, они очень редкие, поэтому легко предположить себе транспортную нагрузку на эти магистрали, которые окружают эту территорию, потому что их частота очень мала. Справа 9 слайдов известных всем городов – это и Барселона, и Копенгаген, и Лондон, и Нью-Йорк, и Париж и так далее. Везде мы видим квартальную сетку, более или менее крупную, более или менее регулярную. Она совершенно не обязательно должна иметь прямоугольные или квадратные координаты. Естественно, она может быть исторической, более хаотичная. Ее масштаб часто бывает произволен и прямо относится к истории этого города. Но это хорошо говорит правая картинка, вот такая коллекция городов, говорит о том, что дело не в форме сетки, а дело в ее принципе. Потому что принципиально левая сетка отличается от правой именно очень редкой сетью главных улиц. Я прошу прощения, здесь, безусловно, среди нас в этом зале есть суперпрофессионалы, которые всю жизнь занимались и дорогами, и улицами. И я просто прошу не упрекать меня в том, что я объясняю такие прописные истины. В общем, я предлагаю просто еще раз про это подумать. Здесь слева виден хайвей, который лежит поверх городской территории. Это какая-то импортная фотография. Здесь продемонстрирована улица как хайвей. Справа фотографии лисейских полей. Видно, что предпочтение отдано тротуаром, хотя и машины тоже, естественно, едут по проезжей части. Но надо сказать, что на правом слайде очевидна взаимосвязь тех людей, которые идут пешком, и тех людей, которые едут в машинах. Они наверняка видят глаза друг друга и наверняка взаимодействуют. Иногда не просто взглядами, но и жестами или словами. А здесь на дорогах, конечно, никакого взаимодействия этих автомобилистов и города нет. Слева я имею в виду. Вот то, к чему мы привыкли. Вот это я не знаю. Я довольно долго жил в Ясенево. Похоже на улицу Паустовского. А может быть и Вазовского. Но что-то такое всем знакомое. Вот это вот слева, когда мы видим большие дома, потом широкая улица, потом широкий газон, деревья. В общем, шикарная среда вроде бы для человека. Но человеку здесь делать действительно нечего. Знаю по себе, и мы все знаем это по себе, что по такому тротуару вдоль такой магистрали, в принципе, идти некуда. Поэтому это не улица. Улица, как я понимаю, как предлагаю это считать, ну, таким условным определением, это там, где пешеход взаимодействует с застройкой, где он может буквально потрогать дом и буквально может и должен войти в его первый этаж и получить то, что там он ждет. А на самом деле вот здесь вот пешеход, он является, на мой взгляд, не пешеходом, это путешественник. Он должен быть в хорошей обуви и с запасом продовольствия, потому что идти ему, в общем, довольно далеко, делать ему здесь совершенно нечего. Ну, понятно, здесь направо мы легко узнаем фотографию любого там западного, ну, европейского города, который мы все знаем и считаем, что все так и должно быть. Но самое интересное, что мы и вот это тоже считаем, что так должно быть. Просто я сейчас рассказываю к тому, что нам надо просто подумать, а так ли это? Вот так должно быть? И вот слева тоже, мы тоже привыкли, что так должно быть. То есть люди оставляют номера своих мобильных телефонов на, как вы понимаете, да, на вот машинах, которые запирают соседей, да, все как-то договариваются, уезжают. Очевиден хаос того пространства, в котором мы живем, в котором мы храним машины, в котором мы видим из окна. Надо сказать, что если все время смотреть на хаос, то мне кажется, в голове начинает тоже возникать такой хаос, который продолжает порождать такие образцы и дальше. Значит, теперь вот в результате всех этих фотографий, может быть, прошу прощения за очень простой и, может быть, примитивный эскиз, который показывает, чем же отличается магистраль в микрорайоне от улицы в квартальной застройке. Там и там есть красные линии, правда, там и там есть проезжая часть, там и там ходят пешеходы. Только вот пешеходы на верхней схеме ходят вот здесь, а вот здесь пешеходы ходят здесь, и они могут войти в первые этажи, и дома стоят по красной линии. А здесь дома стоят с отступом, и вот это у нас по нормам называется линия застройки. Если вы, наверное, ну, по крайней мере, я и мои товарищи, коллеги, мы много раз пытались найти точное определение, что же такое линия застройки, какая должна быть дистанция между линией застройки и красной линией. Везде есть абсолютно точный и научный ответ. Расстояние определяется по определению акустической нагрузки от этой магистрали на, ну, видимо, на потребителя, на уши. Поэтому, естественно, эти дома, ну, объяснимо, стоят далеко от проезжей части. Но, с другой стороны, если делать так мало этих магистралей и делать их так редко, то они будут так нагружены, и нагружены всем транспортом, который только можно придумать, конечно, надо делать эти разрывы максимальные. И, конечно, здесь лежат вот на этом расстоянии между проезжей частью и линией застройки, собственно, домами, лежат все возможные сети, которые можно придумать. Эти сети имеют свои санитарные зоны, ну, извините, защитные зоны, которые мы должны соблюдать как проектировщики. И если эти сети, которые, кстати, часто относятся не к этому дому, а являются транзитными, и их хозяином является город или те городские службы, которые их обслуживают, они могут легко эту территорию разрыть всю, разобрать эти трубы, и часто ее забывают обратно закрыть, эти траншеи. Хотя, вот эта территория между красной линией является уже территорией этого дома. Но по факту, по пространству, пространственно, она является городской. В этом есть противоречия. Но здесь много еще противоречий. Вообще, в каждом слайде, который я показываю, я только его комментирую очень коротко, потому что там, если размышлять, там многое, я надеюсь, что, возможно, кто-то или оспорит мои наблюдения, или их дополнит. Так вот, что мы предлагаем? Мы предлагаем вернуться, но не как панацея, а вернуться, возможно, как опыт, возможно, как вариант, возможно, вернуться к квартальной планировке и застройке. Это не новость вообще для русских, для российских планировщиков. Известно, что в Екатерининское время и позже, в XIX веке, было множество городов, спланированных регулярно. Это сначала было мотивировано требованиям пожарной безопасности, потом это стало просто, очевидно, удобно, удобно перестраивать застройку, удобно осваивать пространство кварталов, удобно заменять застройку, не меняя каркаса нетранспортного, пешеходного и вообще такого общественного каркаса города. И очевидно, что мы, например, делали один проект в Перми, другой проект у нас был большой в Самаре, когда мы исследовали вот эту квартальную застройку и обнаружили в ней массу удобств. Теперь все-таки, если мы сейчас говорим о сетке и будем говорить о размере, о шаге этой сетки, естественно, шаг сетки порождает, ну, это размер сетки, значит, размер ячейки. Ячейка – это квартал, значит, естественно, размер квартала, он связан с этим шагом перекрестков, и, естественно, бывают удобные кварталы, которые уже не требуют делить, и там не возникает сложности с переулками, с доступом к красным линиям. А есть неудобные кварталы, которые, естественно, как вот левый микрорайонный такой, это не квартал, а микрорайон, когда влево вот возникают те самые проезды, без которых до домов, которые стоят внутри, не добраться. Здесь вот видно, что шаг в осях в 300 метров дает квартал 7,5 гектар, шаг в 160 метров дает квартал около 1,5 гектаров, и примерно 1 гектар здесь в качестве примера приведена Барселона. Хочу сказать, что Барселону не ловить имя за язык, что это именно Барселона. Очень много других городов, где квартал имеет площадь примерно 1 гектар, и шаг в сетке примерно 100 на 100, может быть 100 на 80, 150 на 60 и так далее, есть вариации. Здесь просто видно, что плотность уличной сети, естественно, выше на самой правой картинке, вот Барселона дает 16 километров улиц на 1 квадратный километр. И, естественно, количество маршрутов и альтернативных путей здесь значительно больше, чем на самом крайне левом слайде, где вот мы имеем 6 километров улиц на 1 квадратный километр. Это, кстати, тот норматив, который сегодня требуется посрединной зоне города. И совершенно очевидно, что при таком нормативе мы просто физически не получим кварталы меньше, чем 15 или 20 гектаров, что само по себе уже нас связывает, что требует измельчения этих гиперблоков, гиперкварталов. Повторю еще, что вот этот размер, он связан, конечно, с плотностью уличной дорожной сети, и это пространственно уже влияет на ту транспортную связанность, которая для всех очень волнует, и мы с недоумением ее не обнаруживаем в нашем городе, где оказываются просто огромные микрорайоны. Дальше я предлагаю очень быстро, я про это пройду, я не хочу сейчас навязывать никакой терминологии, термины здесь отличаются от СНИПовских. Мы просто считаем, что если говорить о матрице и обеспеченности теми или другими видами улиц, то, естественно, самым широким шагом расположены городские улицы, это красные, пешеходные улицы расположены, то есть дальше идет синие, это районные улицы, квартальные улицы еще в два раза меньше, и пешеходные улицы имеют тот же шаг, но сдвинуты на полфазы. И понятно, что такая матрица является абсолютно условной, это не проектная матрица, это матрица, просто объясняющая смысл плотности уличной сети. Здесь просто видно, что эта матрица вкладывается друг в друга с учащением. И здесь мы получаем квартал 165 метров в осях, примерно, это все примерные цифры, и, соответственно, один гектар самого тела квартала. Здесь просто сказано, что иерархия, все улицы имеют разные ограничения по скорости движения, по принадлежности их к пешеходному или автомобильному движению. Здесь хорошо видно, что городская улица, конечно, не имеет, там пешеходы отделены тротуарами, районные улицы имеют ограничения по скорости более существенные, квартальные пешеходные улицы имеют, уже там пешеходы делят свою территорию с машинами, и машины имеют там ограниченные возможности, скорее, это просто автомобили жителей, кто там есть. Если поговорить все-таки о профилях, здесь о профилях сознательно говорю немного, но профиля пешеходной улицы, квартальной улицы, районной и городской, естественно, отличаются друг от друга по наполнению и шириной тротуара, и наполнению транспортом, наполнению возможностей общественного транспорта. Там огромное количество вариантов, и, собственно, это и есть то проектное поле, та проектная часть, которую нам надо развивать. В общем, это наша работа, я считаю, работа архитекторов. Если говорить о принадлежности первых этажей, первые этажи, естественно, имеют также прямо связанность по разряду своей привлекательности с качеством улицы. Здесь сделано такое предложение, что если мы дадим какие-то баллы улицам, то, естественно, эта бальность распространится на первые этажи. Здесь хорошо видно, что разные улицы дают в баллах разное количество очков тем или иным помещениям, и видно, что угловые помещения являются переходными. Мы видим, что вот здесь есть как такие напряженные, возможно, торговые улицы, так есть совершенно тихие, такие благополучные улицы, пешеходные, есть улицы, перекрестки, которые могут стать таким внутриквартальным микроцентром. Так или иначе, вся эта вариабельность этих улиц дает вариабельность пространства, вариабельность жизни. Здесь на этом слайде показано сечение. Очень важно, сколько на улице неба. Вот небо и застройки. В принципе, иностранные нормы проектирования, они дают четкие рекомендации не сужать улицы меньше, чем сечение в один квадрат. То есть ширина этого русла не должна быть равна, не должна быть меньше, чем высота. И здесь хорошо видно, что категория улиц при увеличении в сторону городских дает все больше и больше неба и большее сечение. Здесь это хорошо видно, что городские улицы имеют два, может быть, даже три квадрата. По поводу примеров. Мне и ТЭП, когда готовили этот рассказ, мы сотрудничали с мне и ТЭПом. Мне ТЭП сразу, в частности Дина Дридзе, которая здесь сидит на первом ряду, она сразу задалась той проблемой, которая занимает всех проектировщиков в рутинной работе. А сколько у нас жителей? А сколько у нас мест в детских садах? А где у нас школьная территория? А как мы соблюдаем нормы по разрывам территории или зданий школы от магистрали? И вот здесь сделан в качестве упражнения такой пример, что вот видно, в середине это пешеходная улица с бульваром, она не в красных линиях. В красных линиях предложено вот это, вот эти улицы, как магистрали, и вот эти, да, по-моему? Но не эти. И мы видим, что здесь при таком назначении этих пространств и этих линий регулирования, мы получаем и территорию школы, и территорию детского сада, и дополнить и количество жителей, и эти емкости, соответствующие сегодняшним нормам, хотя это, в общем, организованное пространство, и оно разделено на частное и общественное, в общем, как в нормальном городе. Здесь видно, что это решено при девятиэтажной застройке. Если все эти опыты положить на какую-то более широкую матрицу, то мы видим, что здесь есть расположенные, то кварталы не обязательно отводятся для жилья, но могут, как вариант, отводиться под общественные здания, под общественные функции. Здесь не очень удачно видно, сейчас вот в желтом показаны это жилые здания. Ну, неважно, короче, не обязательно квартал весь всегда завернут в дома. Квартал может быть открыт, но у него может быть школа, или какая-то общественная функция, или какой-то парк, или сквер. Квартал может быть искажен. То есть в этом есть полная свобода. И ясно только одно, что это по смыслу просто вкладывается, это четыре слоя этой матрицы, они вкладываются друг в друга, дополняя и создавая, в общем, некую систему. Сейчас не будем останавливаться. Здесь опыты, которые проводила Наринет Тютчева со своими студентами в Мархи, они, в общем, по этой системе пробовали разобраться с Вишняками. Вот просто территорию Вишняков, которая сегодня застроена микрорайонно, с нее сняли показатели по количеству квартир, жителей, школ, детских садов и так далее. И сделали предположение, что эта территория может быть перепланирована в квартальную застройку. И здесь хорошо видно, что правая застройка и вот эти диаграммы, которые здесь, они демонстрируют увеличение и зелени, и придомовых территорий, и количества населения, и жилого фонда. То есть происходит рост по всем основным городским показателям, просто с изменением, просто с упорядочением этого подхода. Здесь примерно тот же опыт Паранова Гиреева, который доказывает справедливость этих изысканий. Здесь я хотел показать, мы вот в институте генплана, правда, еще это было до моего прихода, началась планировка по ЗИЛу, и вот там этот метод создания градоподобной среды при помощи сетки улиц дал очень хороший результат по емкости застройки. Но я не буду долго останавливаться, здесь все видно и говорит само за себя. Просто я хочу сказать, что как инструмент это можно применяться, это может применяться, и вот, значит, все, мой доклад закончен. Я просто хочу всех поблагодарить, кто в этом участвовал, потому что, оказывается, все люди, с которыми мы про это разговаривали, предлагали помочь в создании этой нехитрой презентации, с большим удушевлением об этом начинали говорить, и нам показалось, что можно рассказать и более широкой аудитории об этом. Аудитория даже получилась шире и больше, чем я предполагал. Большое спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok